Биология, тема номер 41, образование мочи. Кровоснабжение почек. У человека через почки протекает в одну минуту 1000-1200 миллилитров крови. Это почти четверть объема крови, выбрасываемой за то же время сердцем. Снабжение почек кровью отличается от снабжения кровью других органов тела тем, что поступавшая в почки кровь последовательно проходит две расположенные одна за другой сети капилляров, капиллярных клубочков и капилляров, оплетающих почечные канальцы. Такое обильное кровоснабжение, особое устройство капиллярной сети почек позволяет организму быстро избавляться от ненужных продуктов распада и приносимых с кровью веществ. Первичные и вторичные моча. Моча образуется из плазмы крови, однако состав мочи существенно отличается от состава плазмы крови. Значит, почки вырабатывают мочу, изменяя протекавшую через них кровь. Этот процесс проходит в два этапа. Вначале образуются первичные моча, а затем вторичные или конечные моча. Мочеобразование осуществляется с помощью ряда физиологических механизмов. Рассмотрим, как это происходит. Образование первичной мочи. В капиллярных клубочках кровь течет под давлением значительно более высоким, чем во всех других капиллярах тела. Стенки капилляров и почечные капсулы выполняют функцию фильтра. Они не пропускают клетки крови крупные молекулы белков. Зато другие вещества, растворенные в плазме крови, легко проходят через этот фильтр. Содержание этих веществ в образовавшейся жидкости соответствует их содержанию в плазме крови. Жидкость, образовавшаяся в полости почечной капсулы, носит название первичной мочи. За сутки образуется 150-170 литров первичной мочи. Таким образом, первичная моча – это профильтрованная плазма крови. Высокое кровяное давление заставляет плазму крови профильтровываться через стенки капилляров в почечную капсулу. Образование вторичной мочи. Из почечной капсулы первичная моча поступает в почечный каналец. Его тонкие стенки всасывают из первичной мочи воду и некоторые растворенные вне вещества. Такие вещества, как сахар, всасываются полностью, другие всасываются частично. Третья, например, мочевина, вообще не всасывается. Поэтому концентрация мочевины во вторичной моче возрастает более чем в 60 раз. В связи с таким избирательным всасыванием во вторичной моче остаются лишь те вещества, которые не нужны организму. Необходимые ему вещества вновь возвращаются в кровь через сеть капилляров, оплетающих почечный каналец. Кроме всасывания в почечном канальце происходит и выделение в его просвет некоторых веществ. Так, клетки петелия почечного канальца выделяют в мочу аммиак, некоторые попадающие в организм красители, лекарственные препараты типа пенициллина. С помощью почек из организма удаляются не только продукты конечного распада веществ или ненужные ему соединения. Иногда может удаляться и избыток содержащихся в крови питательных веществ, таких как глюкоза. Следовательно, кроме чисто выделительной функции, почки участвуют в поддержании постоянного химического состава крови. Образовавшаяся в почечном канальце моча стекает в почечную лоханку. Из нее моча по мочеточнику поступает мочевой пузырь. В обычных условиях при отсутствии тяжелой работы и нормальном питании количество мочи, выделяющееся за сутки, у взрослого человека составляет 1,2 до 1,5 литров. В медицинских учреждениях обязательно проводится анализ мочи. Он дает представление не только о состоянии почек, но и о процессах обмена веществ, протекающих в других тканях, органах и организме в целом. Мочевыделение. В почках моча образуется непрерывно, однако выводится из них периодически отдельными порциями. Поведение мочи связано с ритмичными сокращениями мускулатуры мочеточников. Эти сокращения проталкивают небольшие объемы мочи из мочеточников в мочевой пузырь. В мочевом пузыре происходит дальнейшее дополнительное всасывание воды в кровь. Когда пузырь наполняется до определенного предела, происходит его опорожнение. Опорожнение мочевого пузыря – сложный рефлекторный акт. Естественным раздражителем этого рефлекса является растяжение пузыря. Раздражение рецепторов, заложенных в стенке мочевого пузыря, вызывает сокращение его мышц и расслабление мышечных утолщений. В результате происходит мочеиспускание. Центр рефлекса мочеиспускания располагается в спину мозга. Он находится под контролем высшего отдела центральной нервной системы – коры больших полушарий головного мозга. Поэтому человек способен сознательно задерживать мочеиспускание. Однако такая задержка долго продолжаться не может. Высшие мозговые центры способны оказывать на мочеиспускание не только задерживающие, но и усиливающие влияние, то есть позволяют сознательно осуществлять акт мочеиспускания. Предупреждение почечных заболеваний. Почки являются жизненно важными органами нашего тела. Нарушение или прекращение функций неминуемо ведет к отравлению организма теми веществами, которые обычно вводятся с мочой. При нарушении работы почек эти вещества скапливаются в крови и приводят к возникновению тяжелейших состояний, нередко заканчивающихся смертью. Клетки почечных канальцев отличаются высокой чувствительностью к ядам разного происхождения, в том числе и вырабатываемым возбудителями инфекционных заболеваний. Нарушение функций таких клеток сопровождается прекращением образования вторичной мочи. В результате теряется огромное количество воды, глюкозы и других жизненно важных необходимых веществ. Возникает серьезная угроза жизни человека. Временное воздействие на почки оказывает употребление слишком острой пищи. Такая пища нередко вызывает нарушения функций почек. Еще большим злом является употребление алкоголя, который разрушает почечные эпителии, резко нарушает или прекращает образование мочи. В результате наступает отравление организма ядовитыми продуктами обмена веществ. В настоящее время в лечении больных с тяжелыми хроническими заболеваниями почек, а также людей, утративших почки в результате травмы или других причин, применяется пересадка здоровой почки от другого человека.